Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Мне 30 лет, я не замужем, были отношения с молодым человеком 1,3 месяца, расстались, я хотела замуж. Мама его была против, сказав ему ещё рано в 32, но не суть. После этих отношений уже полгода не могу восстановиться, 3 месяца назад встретила парня, ему 24, забеременела, поняла, что я его не люблю и хотела забыться, сделала аборт, мама в этом меня поддержала, после этого она не даёт мне жизни, говорит, что я больше не выйду замуж, что я дефектна, все отношения закончились по моей вине, уходи из дома, что она потеряла весь смысл жизни из-за меня, не знаю, что делать, думаю, о переезде в другой город. Смотрите, в чём здесь суть, вот, как бы такая вот системная история, да? Системная история в том, что она имеет две стороны, да? Хочется, вот, как-то максимально вам понятно выразить проблему, как она видится мне, по крайней мере. А сложность системная заключается в двух сторонах. Первая сторона, представляем собой то, что вы очень сильно зависите от мамы, своей мамы, да? Как бы, то есть мамы для вас имеют важное, ну, значение. Мама для вас, что называется, важна. И в психологии подобный момент, в психологии подобный аспект называется слияние. Понимаете? То есть это вот такой механизм, это такое состояние человека, к сожалению. Когда, не очень сильно, мягко говоря, есть различия на уровне психики. Где я, например, а где моя мама, где мои мысли, мои желания, а где желания и мысли моей мамы. Когда, подобное происходит, человек начинает торопиться. Торопиться, потому что ему кажется, что нужно быстро все сделать. Мне кажется, что нужно как можно быстрее, например, выйти замуж. Да? Да? Ну, в вашем случае, например. Есть такая вот, в вашем случае. Все. История. Вот. Например. Что нужно, вот, как можно быстрее стать дамустью. Да? Пример. 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 И игнорируется, к сожалению, необходимый опыт. Опыт. Опыт расставания. Опыт опускания человека. Все это игнорируется, к сожалению, потому что идет вечная такая гонка, что я должна быстро, я должна успеть, я должна там, ну, добиться, быстрее добиться должна я, как бы, ну, как бы говорите вы, вот, то есть здесь вот один из таких ключевых моментов, это быстрое игнорирование, ну, так скажем, опыта, вот, и отсюда, ну, как бы вот, постоянные неудачи. С другой стороны, проблема заключается, как мне кажется, еще и в том, что вам мужчина, а самой для чего-то нужен, то есть вот, вы пытаетесь, например, ну, какую-то вот проблематику решить свою, мужчина, да? Например, вы пытаетесь, как бы, сделать так, чтобы он вам, мужчина, показал, что с тобой все в порядке, что тобой все хорошо, что ты, условно говоря, достойный, там, ну, выйти замуж, например. А мужчина, в общем-то, в общем-то, у него другие немного цели, у него другие немного задачи, вот. Понимаете, да? Какая штука. Поэтому здесь важным моментом, важным компонентом, если угодно, является именно этот момент, именно эта история. что вы максимально, получается, не свободны, максимально не свободны в своем поведении. Сейчас самый для вас такой вот легкий, быстрый способ, как вам кажется решить, решить проблему свою, это сбежать, уйти. Но это мало чего решать, потому что вы же остаетесь с собой, по-прежнему. Как бы, проблемы-то не уходят никуда, проблемы-то, ну, не считают никуда. И, отчасти, мне кажется, что вы сами это понимаете, и именно поэтому, вероятно, задаете вопрос. Вот. Ну, нам, вот, в том числе. Да? Как вариант. Допустим. Вы понимаете, что, как-то, вот, проблема не решится. Поэтому, в первую очередь, вам необходимо сепарироваться от своей мамы. Это одно из главных, один, точнее, из главных моментов, что вам нужно сделать. Сепарироваться от своей мамы, то есть, ну, обособиться от нее, от нее, грубо говоря. Сейчас вы от нее не обособлены, а полностью, по большому счету, ей, как бы, подчинены. Вот. И много своих сил, ну, по сути дела, там, все свои силы. Вы, как бы, используете для того, чтобы, вот, доказать своей маме, показать своей маме, что, как бы, с вами все в порядке. Ну, то, что у вас, например, не получается это сделать, это уже, как-то детали, это уже, как-то, вообще, ну, не особо, в данном случае, важно. Вот. Вот. То, что вы не можете, то, что могут быть неудачи. Вот. Неудачи быть не должно. Неудачи быть не может. Вот. Никакого опыта, ну, такого вот опыта, да, ну, грубо говоря, негативного опыта. Вот. Быть не может. Понимаете, да? Все, как бы, вот, здесь, момент. Вот. То есть, как бы, здесь у нас есть вот такая проблема. Вот. И она, эта проблема, конечно, вот так просто никуда не идет, она никуда так, просто, ну, не исчезнет. Вот. К сожалению. Это проблема. А, поэтому, как бы, с ней нужно работать. Да? Вот. Ну, 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 нужно, вот, стараться работать. Я, ну, если работать, то, сто процентов, там, к чему-то вы, к результату, вы придете. Это, вот, ну, совершенно, совершенно однозначно. Вот. Вот. Просто вопрос, как бы, на мой взгляд, здесь вот он заключается именно в том, да, как бы, ну, хотите ли вы это, то есть, хотите ли вы, вот, в этом направлении как-то двигаться и работать. Вот. Вот. Знаете? Вот. Ну, и отношения выстраивать, эм, там, ну, условно говоря, не для мамы, да, как, вот, как сейчас вы это делаете, не для мамы, а для себя. Вот. Вот. Ставите себе, как бы, цель, там, не замуж выйти, ну, во что бы то ни стало, например, а именно, вот, ну, как бы, просто отношения построить. Если, вот, вы все это сможете, вот, а я, в общем-то, в общем-то, думаю, что вы сможете, вот, потому что, ну, мне не кажется, это чем-то таким, эээ, ну, сложным, да, чем-то построить. Таким, эээ, тяжелым. Если вы это сможете, то я думаю, что и отношения у вас, эээ, получится построить и, эээ, все, все, в принципе, придет в какую-то определенную норму у вас. Но это именно, что, работа с вами. Вот. А так, ну, вы можете уехать, конечно. Конечно. Это правда. Но, проблему это не решит, потому что, если ваша мама у вас в голове, то она будет в голове, пока вы, как бы, ну, позволяете ей там быть. Собственно. У вас в голове. Тут это, вот, в данном случае вообще зависит только от вас. Вот. Вот, пожалуй, какой-то такой ответ можно было бы вам дать с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, вот, с точки зрения, с точки зрения моего опыта. Вот. И так далее. То есть, как бы, ну, вот. Понимаете, да? Ну, о чем идет речь? То есть, старайтесь в данном случае смотреть на, ну, вот, проблематику. Несколько шире, вот, чем привыкли. Да? Вот. Ну, и, собственно, спросите себя сам, с чего вы хотите. Что-то, вот, точно такой, очень такой, эм, ну, довольно важный момент, что вам нужно. Вот. Потому что, от этого зависит, ну, зависит и будет, зависит направление психотерапии. Вот. По крайней мере, с этого можно будет начать. Понимаете, да? По крайней мере. Вот. Как-то так, я думаю, можно вам ответить. Эм, я желаю вам всего самого доброго. Удачи и надеюсь, что ситуация будет разрешена для вас.